Ультразвуковая диагностика Чаще всего встречается дифференцированный рак щитовидной железы и мировая тенденция, что как в России, так и в мировом сообществе из-за этих изменений неуклонно растет. В плане ультразвукового исследования, которое мы применяли ранее, где-то в 92-х годах, когда Б-режим Доплер выявлялся, сейчас идет тенденция к возрастанию данных выявлений. И более 40% уже нашими современными сканерами выявляется очаговое образование где-то даже менее 2-3 мм. Также ультразвуковая диагностика в связи с тем, что есть распространение процессов, послеоперационные изменения, прогрессирование процесса, применимо. Это 10-20% от уже прооперированных нами пациентов. Следует отметить, что именно выявление очаговых образований и именно рака щитовидной железы – это командный мультисториальный подход. Участвуют не только в злоковой диагностике, это онкологи, эндокринологи, лабораторная диагностика. Конечно же, такие модальности уже более высокотехнологичные, когда при распространении процесса мы используем и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию. Не можем не отметить, что это цитология и патоморфология. Сейчас очень применяется именно макулярная генетика, но и ядерная медицина и радиология. В алгоритмом изменений подозрения на щитовидную железу мы включаем и клинические анамнезы, и данные, и как первичная диагностика уже выходит на первичный этап. Это мультипараметрическое исследование, в которое входит В-режим, в режиме доплерских характеристиков. Широко стала применяться эластография. У нас была возможность применения контрастной исследования. Ну и, конечно же, только маленькие образования могут осуществлять функционную биопсию под ультразвуковой навигацией с последующим цитологическим исследованием. Распространенность процесса, значительные размеры опухоли за грудинным расположением и отдаленное метастазирование – это другие технологии. Это магнитно-резонансная томография, компьютерная томография с контрастированием. Задача ультразвукового исследования – это выявить образование в В-режиме, сертифицировать ее по категории ТАИРАЦ. Если это образование, нужно передвигать функционной биопсии под наведением. Интраоперационное ультразвуковое исследование широко используется, но и осуществляется навигация при любых видах абляции. Тонкоигольная биопсия раньше считалась золотым стандартным поражением, но сейчас это все-таки диагностическим методом первой линии. Потому что есть и отрицательные, и положительные изменения, и иногда снижается эффективность при многоузловом зубе. Цитологическая классификация тоже развивается. Как я говорила, мы работаем в тандеме с нашими цитологами. И используется классификация без цитологов, которая в 2010 году была введена и сейчас модифицирована в 2017. Пути развития стратификации. Вы видите с 2009 года очень много публикаций, и она усовершенствуется с каждым годом практически. И уже, как я скажу далее, имеется опыт применения в России. Это мы все знаем четыре признака. Преобладание вертикального размера на горизонтальном. Выражено снижение эхогенности, нечеткость контур и микрокальцинаты, характерное для закачественного процесса. А для прокачественного процесса, который можно наблюдать, это простые кисты, губчатые узлы. И более детальное наблюдение из-за гиперхогенной очковы образования менее 15, в первом случае и 25 мм, во втором. Классификации много, как я уже говорила. Есть европейские, корейские, американские классификации. Европейская применяется у нас по клиническим рекомендациям, которые, я уже говорила, эти признаки. В комментариях есть, что применение эластографии и дуплерской методикой в узлах носят рекомендательный характер. Внедряется широко диапазон именно мультразлового исследования российских классификаций, в которых учитываются не только большие признаки, но и малые признаки. Это умеренное снижение эхогенности, неравномерность эхогенности узла, округлая форма, неравномерная толщина хао, наличие уже макрокальцинатов, акустическая тень. Учитывается жесткость образования при эластографии в качественных количественных характеристиках и патологический рисунок при дуплерских характеристиках. Выявление этих малых признаков позволяет иногда повысить чувствительность и специфичность выявления целокачественного образования при исследовании щитовидной железы. Как я уже говорила, дифференциальные и медулярные раки при клинической рекомендации основная роль ультразвука относится все-таки для уточнения показаний на тонкоигольную биопсию, распространение процесса и состояние лимфатических узлов. Слатификация проводится по категории европейской классификации. При медулярном раке упоминается, что классификация, конечно, имеет меньшую чувствительность и специфичность в отношении медулярного имена рака, потому что многие исследователи принимают за медулярный рак иногда семиотику именно коллоидных неоднородных узлов, и с чем повышается именно направление на тонкоигольную биопсию. Следует учитывать также при наблюдении за пациентами. Это пациенты в группе РИСК, это семейный анамнез при появлении рака щитовидной железы, облучение головой и шеи в анамнезе, возраст моложе 20 лет, постоянная дисфагия, клинические проявления паразоголосовых связок, узловое образование щитовидной железы, выявленные сейчас обширно на позитронной мерсионной томографии. Очень часто такие пациенты именно приходят на исследование повышения уровня, как мы знаем, базального и стимуляционного кальцитанина, особенно при медулярном раке. И выполнены операции по поводу рака щитовидной железы в анамнезе. Поэтому это будет более часто наблюдение, и если есть эти подозрительные признаки, конечно, это направление на тонкоигольную биопсию. Протез злокачественного узла чаще всего популярный рак. Это те, к которым мы привыкли, это большие признаки. Но и следует учитывать малые признаки. Чаще всего это классифицируется как Тайрат-4, и характерны они могут быть для фолликулярных опухолей. И медулярного рака. Но следует помнить, что фолликулярные опухоли могут быть и изохогенные, и гиперохогенные, и с чётким и ровным контуром. И если есть какие-то подозрительные изменения, всё-таки при больших размерах, нужно учитывать это и тоже направлять на тонкоигольную биопсию. Гиперохогенные фолликулярные раки выявляются от 2 до 4 процентов, смешанные ихогенные с 5-10 наблюдений. И иногда из-за ихогенной раки это 15-20 процентов могут быть поражены. И следует сейчас учитывать по поводу, что макрокальцинаты и руководовая кальцинация по типу КОГЭК, яичная скоропа, раньше считала, что это система доброкачественного процесса. Но мы видим два примера. В первом случае это медулярный рак, а во втором случае это папиллярный рак, который был выявлен у нас в учреждении. Кальцинаты, это тоже применяется методика микропюр, программное приложение выявления микрокальцинатов, потому что очень всегда серьёзно нужно относиться, когда мы видим гиперохогенные включения, которые свойственны для коллоидов в анахогенных узлах или в коллоидных гучатых узлах. Но вот есть применение этой методики, не всегда она работает, есть сложноположительные результаты при её использовании. Мы видим наверху, это именно когда коллоид, мы видим, что он может также подкрашиваться повышенной. Определение объёма операции крайне важно для узокового исследования, потому что при клинической оценке, если мы видим поражение лимфатических узлов или инвазии в мягкие ткани и органы шеи, идут это или операции только лимфантомии, или расширенная операция, которую могут применять хирурги. Распространение рака щитовидной железы крайне важно отмечать, когда раки с инфильтративным типом роста, инодомедулярные, инопластические, инфильтруют карсу, окружающую параленхему сосуду, внутреннюю рёмную вену, общую сонную артерию, органы, пищевод, трахеи. И мы, метод которой первичной диагностики, по сравнению с магнитной ядерной томографией, мы должны это учитывать и описывать. Распространённость также это метастазирование в лимфатические узлы характеризуется сниженной эхогенностью кортикального слоя и включениями микрокальцината в структивные кортикальные условия либо зон кистовидной перестройки. Ну и отдалённое метастазирование при исследовании брюшной полости и исследовании костей. Следует учитывать и режимы циферно-доплевского кортирования. Это особое место. Мы знаем, что опухоли клетки щитовидной железы способны стимулировать нейлогенез и для роста опухоли щитовидной железы уже достигают диаметра сосуда 2-4 мм. Это сложная оценка сосудистой сети узлов щитовидной железы обусловлена строением функциональным состоянием сосудов. И ключевую роль играет фактор роста сосудистого эндотелия. Он очень используется при выявлении экспрессии гена, повышении экспрессии, которые используются сейчас в молекулярной генетике, характерно для фолликулярных опухолей. Все знаем дифференциальные типы сосудистого рисунка. Они не изменились. Первый, второй, третий, четвёртый тип. Но следует отметить, что сейчас появляются новые методики. Екатерина Санна их уже упоминала. Это визуализация микрососудистого кровотока СМА, которые обеспечивают именно выявление микрососудов при перинодальной инфильтрации опухоли. И расчёт индекса воскоррелизации также важен. Качественная оценка патологического рисунка тоже мы описываем в своих протоколах. Но, к сожалению, чувствительно-специфическая генетическая точность этой методы пока достаточно низка. При количественной оценке фолликулярной опухоли, которую сейчас используют очень широко, это и как расчёт линейной скорости кровотока в интернодуляемых и перинодуляемых артериях, так и активации внутриузлового кровотока при злокачественной природе образований. Наши коллеги, Наталья Николаевна, они смотрели характеристику спектральных кровотоков в интернодуляренных сосудах и подтверждали с гистологическими исследованиями. И были получены значимые результаты в интернодуляренных сосудах, как составила именно 0,54-0,13, и инксорезистентность афкорционов 0,78-0,17. Это тоже крайне важно. Эластография широко внедряется в наш диапазон. Она может быть как компрессионной, так и эластографией сдвиговой волны. Возможности – это наличие выявления и образования, и состояние региональных лимфатических узлов. Рекомендации даны по эластографии еще в 2018 году. Основные виды, я уже говорила. Используется как качественный анализ по шкалу эластичности, которая известна, это критерии Рега и Астерия, так и по количественной, когда мы смотрим коэффициент доформации. Эластография сдвиговой волны с качественным количественным анализом тоже широко используется, тоже дает хорошие результаты. И количественный анализ также мы можем рассчитать. Но есть, конечно, именно что могут быть ограничения этой методики. Это узловые образования менее 5 мм, больше 3 см. Наличие кальцинатов, кальцинированной капсулы. Возраст кистозной структуры, особенно с геморрагическим содержимым, тоже может это давать рожно-положительные результаты. Глубоко расположены узловые образования, узлы в перешейке рядом с трахеей, и узлы, расположенные рядом с сонной артерией. И следует помнить, что не все раки могут иметь высокую жесткость. Медулярные и фолликулярные раки, так называемые мягкие раки, могут иметь пограничный эластотип и достаточно низкий коэффициент жесткости. Контрастно-усиленное ультразаковое исследование тоже широко применяется. И по рекомендации СУМС, сочетание методов эластографии и контрастно-усиленного ультразакового исследования в диагностике очаговых образований щитовидной железы повышает именно эту чувствительность эффективности методики. Показания – это многокамерное сложное кистозное образование с выраженным кистозным методическим компонентом, очень широко применяется. Это выявлено узлы в ультразаковыми признаками рака при пограничном или ТРАС-4-5 типе, фолликулярные опухоли с выраженным кистозным компонентом, выявление остаточной ткани щитовидной железы в послеоперационном периоде или рецидив, и оценка эффективности лечения во время и после радиочисотной абляции. Для доброкачественных узлов были определены паттерны контрастирования, чаще всего это кольцевидная контрастная или контрастный паттерн, и может быть гиперконтрастная. Для злокачественных узлов это гетероконтрастирование, неоднородное, с высокой чувствительной специфичностью, как мы видим, гипоконтрастный паттерн, и центропитальная перфузия контраста. Также возможен и количественный анализ. Чаще всего обращают наши коллеги, было достаточно большое исследование, именно на время, за которое интенсивность контрастного усиления падает в половину максимального значения уровня. И хотелось бы показать наблюдения, которые представлены. Мы видим в B-режиме два гипоэхоакинных образования с нечетким контуром. При цветно-допроводственном картировании мы видим усиление асимметричное сосудистого рисунка. При компрессионной ростографии первой мы видим, что узел достаточно мягкий, с низким порогом коэффициентом 0,9, а второй узловое образование мы видим четвертый ростотип и коэффициент 3,7. Но введение контраста, как в артериальную, то в венозную форму, различно. Мы видим изохогенный тип контрастирования и неоднородный тип контрастирования во втором случае, что и видно при исследовании. В первом случае это узловая форма тиреидита, во втором случае папиллярный рак. И еще хотелось бы показать несколько случаев, в котором исследование именно щитовидной железы достаточно высоко показало чувствительную специфичность этой методики. Мы видим мелкие узловые образования с такими характерными кальцинатами на фоне тиреидита. И распространенные мы видим по всей ткани щитовидной железы тоже микрокальцинаты. В B-режиме уже. В режиме CDK мы видим в первом и втором случае повышение только сосудов и вокруг асимметрично, и по периферии. В режиме эластографии мы видим, что вся ткань железы и эти очаги достаточно жесткие, с высоким пороговым коэффициентом. Выявляются патологически измененные и лимфатические узлы с микрокальцинатами. И в первом и втором случае это папиллярный рак, которым выявили непальпируемое образование на рутинном профилактическом осмотре. И еще один случай. Пациент 50 лет поступил на исследование с обширнейшим образованием кистозного типа, предположительно боковая киста шеи. Но при ультразаковом исследовании мы увидим именно очаговое образование с нечетким неровным контуром. Что было подробнее... Запускается это видео. Ладно. Это узловое образование. Мы видим, что кровоток как в узловом образовании, так и в солидном компоненте одинаков. И при эластографии мы видим, что высокий пороговый коэффициент. И в этом случае это был рак щитовидной железы и правой доли с метастическим поражением лимфатическим узлом, что и подтвердилось обширность процесса на магнитно-тонографическом исследовании. Развитие перспективы – это тоже возможный искусственный интеллект. Он тоже применяется сейчас в ультразвуковых сканерах. Чаще всего это быстрое измерение размеров и стратификация по системе Тайрац. Дальнейшее развитие видится, что это доработка системы Тайрац, возможно для солидно-кистозных образований. Это использование контрастного усиления, если будет возможна дифференциальная диагностика фолликулярной опухоли, с сочетанием уже с применением нано-визикулярных технологий, молекулярных в онкологии и генетические особенности пациента. Ну и, конечно, как у нас демонстрировалось уже в первом догаде, табляция чаговых образований щитовидной железы, доброкачественных колонных узлов, подтвержденных, и минимальных размеров менее 10 миллиметров высокодифференцированных карцином щитовидной железы, которые применяются уже повсеместно. И хотелось бы пригласить на сессию ультурозаковая диагностика в современный взгляд диагностики кучеговой патологии щитовидной железы, мультивидисциплинарный подход, предсмертевые возможности, который состоится у нас в Санкт-Петербурге 7-8 апреля уже на Невском радиологическом форуме. Спасибо за внимание. Продолжение следует...